Новое отделение оборудовано тремя боксами, имеющими вход с улицы. Прямо сюда будет подъезжать скорая помощь, а пациент из нее попадать прямиком в свою палату. Она рассчитана на двух человек, здесь есть все необходимое для жизни – кровати. Санузел, холодильник, микроволновка, бойлера для поддержания здоровья пациентов. Палаты оборудованы аппаратами подачи кислорода. Помимо палат, со входом с улицы в Переславской ЦРБ организовали 12 полубоксов. Потоки пациентов и врачей развели. Перепланировка происходила по канонам инфекционного отделения. Здесь, как и в других ковидных госпиталях, создали зеленую и красную зоны. Врачи перед визитом к больным будут проходить через санитарный пропускник. Сверху мы должны надеть защитный костюм. Это специальная одежда. Пожалуйста, у нас достаточное количество. Вот они. Идут у нас костюмы защитные. У нас идут респираторы, маски, бакилы. Все, пожалуйста, здесь на каждого сотрудника предусмотрено. На втором этаже также расположились два кабинета интенсивной терапии. Подведен кислород для аппаратов ИВЛ. В общей сложности новое ковид-отделение сможет вместить 38 человек. Перепланировка длилась с начала сентября. Раньше здесь располагалось детское отделение Переславской ЦРБ. В связи с ремонтом педиатрия переехала в главный корпус к женской консультации. Конечно, тоже очень удобно, что мы приблизили педиатрическую службу к акушерству, потому что возникают необходимости консультирования новорожденных детей. И они там чувствуют себя тоже комфортно. В 2018 году мы сделали крышу сначала. Потом в течение года мы произвели ремонт и совершенно спокойно, с чистой совестью, перевели туда деток. Большое спасибо Дмитрию Юрьевичу Миронову за то, что он из фонда внебюджетного помог там деньгами. И спонсорам, которые там тоже помогали, руководители промышленных предприятий. Ковид-отделение рассчитано на прием пациентов средней тяжести. Больных коронавирусом здесь будут готовы принять уже через пару недель. Алена Стецук, Константин Дмитриев. День в событиях.